Есть мэр города, он отвечает за все. А это такое заблуждение, что они сушки, им нужен петух, который должен топтать. То есть, если у тебя все страшное, но тело классное, тебе не побеги, тебе колхоз там, извините, беспорядок. По сути, вы создали, организовали в Екатеринбурге сеть фитнес-клубов. По своему уровню и ценнику сравнимы с федеральными сетями. Значит ли это сейчас, что вы диктуете правила на рынке фитнес-услуг? Я больше скажу, в 2004 году мы открыли первый настоящий фитнес-центр не только в Екатеринбурге, но и на Урале в целом. То есть, на тот момент не было опыта создания полноценного фитнес-центра с таким большим набором услуг. Бассейн, тренажерный зал, бокс, детский клуб и так далее. Мы создали и с тех пор, действительно, остаемся, мне хочется верить в мейнстрим и создаем определенные тренды. Хотя за последние 3-4 года появились очень достойные конкуренты, которые также наравне с нами диктуют моду, скажем так, и формирование ценника. Это кто такие? Назвать можно почему-то? Они работают этими компаниями и это хорошо, потому что чем больше клубов, тем больше людей идет в клубы заниматься. Год, прозанимавшись в одном клубе, он может прийти в наш клуб, в наш, в другой клуб. Вот этот круговорот, он на самом деле... Сынергия работает. Сынергия работает, конечно. Потому что мы же знаем, например, как в ресторанном бизнесе. На одной улице много ресторанов. Ты думаешь, вроде все конкуренты, но на самом деле они не конкуренты. Потому что клиент ходит по разным заведениям, и это нормально, это хорошо. Конкуренция рождает, что там он рождает? Ах да, качество. Качество. Насколько я знаю, в жизни вы не против зачастую поспорить на деньги. Да, не против. В бизнесе вы также азартны? Менее азартен, чем в таких вещах, как поспорить на пресс, например. То есть в бизнесе я более аккуратен и осторожен, я не прожектер. То есть любой проект, который я затеваю, все-таки стараюсь просчитывать. А в спорах такое бывает не всегда. Первый раз поспорив на пресс со своим товарищем, я так... На конечные результаты надеялся, что я смогу, но это был, конечно, вызов. Не самый легкий для меня. А какой тогда был самый большой выигрыш? 200 тысяч. Или проигрыш? 200 тысяч. Мне не обязательно финансово, может, в эмоциональном. В эмоциональном проигрыш. 200 это был проигрыш? Нет, я выиграл. Дело в другом. А для меня эмоционально был тяжелый момент, когда человек со мной поспорил, а в середине пути просто сдался. А я всем же рассказал. Все уже ждали финала. Я же поспорил, что мне надо на диете досидеть. И не важно, что он отказался, я же там сказал. И вот это для меня было очень тяжело, потому что когда ты ставишь себе цель, и ты не один, это как в школе, ты получил двойку, а там за средней партой твой товарищ получил тоже двойку, и не так обидно. Ну да. Так и здесь, вроде ты понимаешь, что другому тоже нелегко, как и тебе. Тебе уже легче. А здесь тебе еще сложнее стало, потому что ты остался один, потому что и конкурент слился, сдулся. Мотивация потерялась, и довести до конца дела было очень сложно. Вот это было тяжело. Довели? Реально, довел. Но я думаю, что результат был бы намного лучше, если бы все-таки человек над собой сделал усилие и тоже довел до конца. То, что начал. Вы много читаете? Стараюсь. Поделитесь, три последние или три любимые книги? Любимые книги это «Гламорама» Брата Истона Элиса. Любимая книга, наверное, да. Наверное, «Чапаев и пустота» Пелевина. Из последних я прочитал, на прошлой неделе закончил Льва Данилкина, читать автобиографию, биографию Ленина о Ленине, которая написана великолепным языком, легким, простым, доступным, современным, что немаловажно. Есть там «Жизнь замечательных людей», цикл книг, они такие, скажем, очень тяжеловатые. В тяжеловатом стиле написаны, читать их очень сложно. А здесь прям здорово написано. Показано, что Ленин такой же человек, как и любой другой, но в то же время гений. Очень всем советую. Какая-то история, которая там была рассказана, зацепила вас? Меня зацепила история того, что, оказывается, Ленин, и я этого не знал, был, оказывается, очень даже неплохим спортсменом. Он был велосипедистом дающийся. Он там мог десятки километров наматывать каждый день. Ходил в пешие походы в горы, когда другие его соратники не выдерживали, он пёр и пёр и пёр. То есть он физически был очень сильный, выносливый. То есть помимо умственной деятельности, он был очень силён физически. И я думаю, что это принципиальный момент для понимания того, что человек должен быть разносторонне развит. И Ленин тому подтверждение. Я не идеализирую Ленина, я не говорю о том, какой он хороший или плохой, а о том, что человек разносторонне развит. Именно поэтому он гениален. Немножко другая тема. Сейчас все, но не все, многие печалятся и жалуются на нестабильность экономической ситуации. Как сказалось на вас, есть ли спад, подъём? Как такового спада я бы не сказал, что он присутствует. Наверное, есть определённое, до недавнего времени депрессивное состояние людей. То есть участились случаи, скажем так, жалоб на предприятия, в которых не всегда виноваты предприятия. То есть мы, да, то есть бывают просто какие-то, мне кажется, у человека было плохое настроение, ему что-то не понравилось, он решил там... Выместить. Выместить это в интернете или ещё где-нибудь. И ты сидишь вроде стараешься работаешь, вот это, честно говоря, огорчает. Иногда даже обижает. Когда человек за какую-нибудь ерунду ставит на том же флампе двойку. Была, да, кстати, ситуация. Ну, не раз. Не только у меня, я думаю, у всех такая ситуация, кто занимается бизнесом, была. Когда человек просто из-за какой-то ерунды, я не знаю, ему там выдали полотенце, которое плохо пахло, вот вам двойка. Ну, как-то вот всё-таки надо адекватнее смотреть на жизнь. Ну, в последнее время, как мне кажется, люди подуспокоились. То ли мы все свыкли с тем, что того кайфа, который был там 3-4 года назад, уже не будет. И реальность такова, что надо, засучив рукава, работать и не плакаться. А в количественном отношении? Да нет, народу становится больше. Цена падает, стоимость клубной карты усоединённая. Ну, реально падает, что там говорить. Потому что конкуренция, она не предполагает повышение стоимости клубной карты. Маржа падает. Но в целом клиентов меньше не становится, становится только больше. И рынок этот растёт, и я думаю, что ещё расти будет в ближайшие пару-тройку лет. А на данный момент сколько примерно жителей города посещают фитнес-клубы? Около 5-6% населения Екатеринбурга. Ну, постоянно это не менее двух раз в неделю, например. Да. Да, 5-6%. Для примера, статистика Москвы, около 8-10% входит в фитнес-центр. Всего населения? Ну, конечно, о том и речь. Ну, это и не мало по сравнению с тем, что было там 5 лет назад. 5 лет назад у нас в фитнес-минклубе занималось там 3,5%. Рост есть, он, конечно, не скачкообразный, он есть. Но он не такой огромный, как мне и хотелось бы. Потому что, если говорить в Германии, в Германии фитнес-центром занимается 25% населения. То есть там каждый третий занимается спортом. Причём я не говорю, не только ходят там фитнес-центры, занимаются спортом. Ходят велосипедные. Велосипедные лыжи. Велосипедные. Ну, мы имеем в виду, что занимаются регулярно. Не просто там взбрело в голову. О, у меня выходной, пойду-ка я на лыжах пройдусь. Раз за зиму. Нет, то есть мы говорим про тех, кто делает это регулярно. Как в этом организме появился мизантроп? Мизантроп? Хороший вопрос. На самом деле я очень ценю людей, которые инициативны. Я сам бы никогда не занялся бы открытием такого заведения, очень интересного, очень оригинального. И, как мне кажется, необычного для Екатеринбурга. Единственного в своём роде. Ко мне пришёл мой товарищ Антон Бочкарёв. И предложил эту идею. Причём мне эта идея сначала не то, чтобы не понравилась. Но идея, идея. Мало ли каких идей. Но меня так окучило долго. Ну, полгода. Да, полгода, значит, мне на голову садился с этим вопросом. На мозге капал, 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 капал. Давай, давай, давай. Ну, и, честно скажу, проще было уже сдаться, чем дальше бороться с ним. То есть, на самом деле я ценю то, что он додавил ситуацию и показал то, что он уверен в проекте. На самом деле, то, что он долго меня уговаривал, это и показатель того, что он был уверен в том, что это получится. Вся вот эта идея с мизантропом. Когда люди просто предлагают что-то, а потом пропадают, я понимаю, что, значит, не так-то они сильно хотели. И так вот он и появился, как некий сайт-проект в моей жизни, к которому я имею отношение исключительно, наверное, как инвестор. Нежели я точно не управляющий партнер. Там есть идея у этого бара, что мне нравится. У него есть прямо своя четкая стезя. Потому что, если говорить 5-10 лет назад, когда были эти ночные клубы, мы все помним. Ну, не истерика, я говорю, недавние даже клубы, в которых не было никакой идеи. Истерика все-таки была такая идея. Просто приходишь ночью, музыка в помещение, садишься, что-то там пьешь, потом, напившись, просто пляшешь. Непонятно, в чем сама идея. Мизантроп, он собирает очень интересных людей, с которыми мне зачастую очень интересно пообщаться, потому что в жизни с ними не сталкиваюсь. То есть это продвинутая молодежь, интеллигентная молодежь, не просто какие-то непонятные люди с улицы. В этом плане меня этот проект обогащает, дает понять, чем живет на данный момент, скажем так, наше молодое поколение. А вы с Ольгой очень популярны в тусовке, супер популярны. В тусовке? Дома, ну, в тусовке. А дома конкуренции по этому полу? Никакой. Дома она главная, я подкаблучник. Вот это правильная позиция мужчины. Ну, я если в жизни пытаюсь постоянно принести медведя, то дома мне не хочется этим заниматься. И заниматься перетягиванием каната, так это вообще глупость. Дома это не то место, где надо конкурировать. Я всегда уступаю, потому что я понимаю, что женщины, они очень импульсивны, эмоциональны, и мужчине проще признать, что он не прав, даже если он прав. Ну, так проще. Часть цыганского поселка, там, наверное, вроде они были, да, я видел. Цыганы, семь-семи цыганские. У нас никого нет, это исключительно, скажем так, спокойный район уже на сегодняшний день. Последние, как минимум, 10 лет. Мы живем уже больше 10 лет в собственном доме, но очень удобно. Ну, мы живем, по сути, в центре города. Живем вроде бы и в городе, но в доме. Действительно, ни с чем не сравнимое ощущение свободы и удобства. Очень удобно. Я очень боюсь, что когда-нибудь нас попросят оттуда уехать, в связи с тем, что будут застраивать цыганский поселок. Его уже начали, с одной стороны, там застраивать. Вот. Ну, поживем, увидим. Может быть, из этого района сделают уже не цыганский поселок, а какой-нибудь хороший, скажем так, малоэтажный район. Ну, если что, зовите, мы там все вместе присоединимся. Будем держать, да. Будем обнимать наш дом, да. Актив забудьте по городу. Мне нравятся эти акции, обними дом, обними башню, еще что-нибудь обними. Вы-то, кстати, что-нибудь обнимали? Нет, я ничего не обнимал, кроме своей семьи. Я считаю эти вещи абсурдными, смешными. Какая-то показуха, что ли. Ну, от безделия же делать нечего. От безделия, наверное, делать нечего. Я всегда найду, чем заняться. Ну, явно не обнимать необъятное. Хоть что-нибудь, кроме своей семьи дома. Да, да. Еще один забавный момент. Ольга делилась, курицу вы выращивали. Курица, это же наша страсть. У нас дома во дворе есть курятник. Скоро у нас появится после зимы еще опять пять кур без петуха. Сейчас сколько всего? А сейчас на зиму-то мы их отдаем. Куда? Одному знакомому, у которого есть зимний курятник. У нас он летний. И скоро у нас появятся обратно куры. Без петуха, повторюсь, это принципиальный момент. Потому что, когда несколько лет назад у нас появились первый раз курицы с петухом, этот петух был выгнан из дома. На следующий день его увезли, потому что он орал так, что всю ночь не спал. А это такое заблуждение, что они с ушки, им нужен петух, который должен топтать. Он должен их топтать, если мы хотим получить птенцов. Если мы не хотим получить птенцов, они яички несут совершенно спокойно и без петуха. И скоро у нас пять куриц появятся, и Ольга будет радостных кормить, наблюдать за ними. Они прямо кудахчут, здорово успокаивают покрытики. — В вашей семье, насколько я понимаю, мужчины все либо Антоны, либо Николая? — Ну нет, не в нашей семье, вернее, в нашей семье это так, но так получается, что у тебя, например, Антон, то мой сын, у меня рождается сын, он должен быть Николаем, например, в честь отца, деда. — Но вы либо Антон Николаевич, либо Николай Антонович? — Да, соответственно, сын у меня Николай Антонович, у него, значит, сын будет Антон Николаевич. — А почему? Ну, как-то так сложилось у нас. Вообще никакого объяснения? Объяснение простое. Просто мы называем честь наших отцов будущих детей. Как-то так сложилось на протяжении уже последних людям 70-100 лет. А если девочка Антонина? Нет, если девочка, Ольга мне сказала, назовем ее, например, Ниной или Александрой в честь других родителей. Ваш сын Николай, он еще маленький. Да, 11 лет. Наверняка, как и все родители, уже фантазируете по поводу его будущего. Куда бы вы хотели отправить его учиться? Я до недавнего времени фантазировал на те, что он поедет учиться за границу, но в последнее время мы передумали. Почему? Потому что... Не хочется его отпускать. Страшно? Не только страшно. Мы очень привязываем друг к другу. Мы с Ольгой к сыну и сын к нам. И не хочется отпускать за границу жить, учиться. Вдруг он не вернется. Как-то... Ну, не хочется. Может, это реалистично, с нашей стороны, в определенной степени. Но мне кажется, что если человек к чему-то стремится, если он себя в жизни нашел, то образование, полученное здесь или за границей, не принципиальное. Вот честно скажу. Если он вырастет и захочет получить какое-то дополнительное образование, пожалуйста, поедет учиться за границу. Я считаю, что у нас и в Екатеринбурге есть достойные вузы, в которых можно получить достойное образование. Уверен я в этом. Например, наша юракадемия, которая сейчас... Юридический университет. Очень достойное заведение, входящее в пятерку лучших юридических вузов страны. Хотя мне не хочется, чтобы он пошел туда учиться. Почему? Потому что юристов, экономистов сейчас... Не знаю... Больше всех, по-моему. Не стесняйтесь вооружения. Да. Ну, вообще, собак нерезанных. Последний вопрос. Одна вещь, которую вы бы хотели изменить в Екатеринбурге. Одна вещь, которую хотели бы... Одна. Это что имеется в виду? Городского ландшафта или чего? Чего угодно. Вы представляете себе город... Ой, я бы хотел вернуть прямые выборы мэра. Вот прям хотел бы очень сильно. Сильного мэра, так называемого. Как в свое время был Чернецкий. Подождите. Вернуть прямые выборы или сильного мэра? Ну, хорошо. Я назову так. Я хочу, чтобы мы выбирали нашего мэра, и чтобы он был одноглавый. Они, как сейчас, есть глава администрации, есть, значит, представитель городской думы, он же тире-мэр города. И кто за что отвечает, обычно граждане не понимают и не знают. То есть мы хотели, чтобы мы понимали, есть мэр города, он отвечает за все. Потому что я вернусь к тому, о чем мы говорили, где колхоз там, извините, беспорядок. Да, денег там. А вы бы стали мэром города? Ну, я не знаю, стал бы я. Мне было бы интересно. Поработать в этом. Мне было бы интересно поработать на благо нашего города. Вот в таком его проявлении, скажем так. Ну, скажу честно, если бы вы вдруг избирались, я бы думала, что я бы свой голос отдала вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...